Дом Никона Смирнова. Построен в конце XIX века. В Минусинске находится по адресу улица Октябрьская, 66. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Каннский мещанин Никон Смирнов, приехав в Минусинск во второй половине XIX века, вскоре приобрел участок земли возле Новобазарной площади. Но решение выстроить новый дом в оживленном месте пришло не сразу, а по мере накопления капитала. И если уж строится, то на зависть всем. Стремление удивить размахом своей торговой деятельности с ежегодным оборотом в полторы сотни тысяч рублей во многом объясняет появление в центре города величественного здания, одного из самых высотных на тот момент, до постройки дома Вильнера. Усадьба, куда теперь переехал Никон Алексеевич с домочадцами, состояла из двухэтажного каменного дома и одного флигеля. На первом этаже главного здания, выстроенного как доходный дом с торговыми помещениями, разместились магазины, в том числе бокалейных товаров. Согласно оценочной книге Минусинских домовладений, в период Первой мировой войны в составе усадьбы был уже двухэтажный каменный флигель, а также четыре каменных кладовых. Стоимость этой недвижимости оценивалась в 50 тысяч рублей. Дорогой объект, ничего не скажешь. С установлением советской власти дом Смирнова был национализирован, а в белый период жизни Минусинска здесь находились типография газеты «Знамя труда», а также казачий клуб. Старший Смирнов оставался в городе и при белых, о чем свидетельствует факт крещения его внука Владимира в Спасском соборе. Один из самых богатых людей Минусинска был уже в возрасте и философски относился к тем переменам, когда одна власть Сибири сменяла другую. Уходили красные, приходили белые, отступали белые, надвигались красные. Зная, что его собственность все равно конфискуют, Смирнов вместе с женой уехал в Новониколаевск, будущий Новосибирск, и на этом его следы теряются. Приход в Минусинск в сентябре 1919 года партизанских соединений Кравченко-Щетинкина сказался и на судьбе Большого купеческого дома с видом на Новобазарную площадь. «Когда победители занимали город, в первый же день было принято решение разместить здесь главный штаб партизанской армии. Весь этот верх мы займем под штаб», — заявил главком Александр Кравченко, осмотрев уже знакомый ему дом, в котором прежде ему приходилось бывать по земледельческим делам. «Тут места хватит на всех». Факт непосредственного пребывания в здании на улице Петра Великого штаба партизанских соединений Кравченко-Щетинкина стал основанием для последующего переименования улицы в штабную. В дальнейшем в дом Смирнова переехали Минусинская уездно-городская больница и городское общество потребителей «Единение». Затем находились различные подразделения горосполкома, а также торговые организации, в том числе универсальный магазин. Сейчас в здании размещаются управление образования города Минусинска и некоторые предприятия сферы торговли. Продолжение следует...